С нами прямо сейчас на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте. Михаил Михайлович, приветствую. Доброе утро. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, вот мы видели в сюжете только что позицию Владимира Зеленского. Украина хочет быть участником этого расследования относительно страшной истории, которая произошла в Люблинском воеводстве. Давайте детальнее обозначим еще позицию Украины относительно того, что произошло в Польше. Это достаточно простая позиция. Президент абсолютно прав. Он говорит не о том, а даже о технической стороне дела. Скажем так, чья ракета, какая ракета. Ведь понятно, что инициативно виновата в любом случае Российская Федерация во всем, что происходит. Ракетный удар в размере 100 ракет крылатых. Безусловно, это серьезный вызов безопасности любой страны. И, конечно, могут быть разные эксцессы. Я имею в виду техническая точка зрения. Президент же говорит о совершенно конкретной вещи. Он говорит, смотрите, необходимо научиться быть правдивыми. Потому что это война. Мы понимаем разные подтексты, контексты и так далее. Но, тем не менее, очень важно во время войны научиться быть правдивым. И, соответственно, если в данном случае идет речь о падении крылатой ракеты или, скажем так, осколков крылатой ракеты на территорию другой страны, то, конечно, желательно, чтобы Украина участвовала в работе следственной группы для того, чтобы все факты были предоставлены и украинской стороной, как безусловной стороной, которая защищает свою территорию и может быть причастна к тому или иному инциденту на нашей территории, прежде всего. Ну, вернее, на чужой территории. И, соответственно, мы хотим, чтобы это было прозрачно. Вот вообще нужно просто во время войны делать все прозрачно, чтобы не было двузначностей в том или ином процессе. И президент говорит, смотрите, логично, Польша, представители стран НАТО, любые страны НАТО, Украина, естественно, проводят совместные следственные действия и совместно озвучивают итоговую декларацию того, что увидели. И это будет достаточно комфортно для всех и очень важно для того, чтобы не было никаких потом сомнений с точки зрения того, что произошло, почему произошло, какие последствия, какие риски, на что это будет влиять. И так далее. Потому что важен даже не сам факт инцидента, как называют его страны НАТО, наши партнеры, сколько важны последствия, в том числе информационные последствия. Потому что вы хорошо заострили только что внимание на том, что Россия уже очень так интересно ведет, ну, я с ироничным подтекстом говорю, ироничным, ведет информационную кампанию по поводу того, что, смотрите, видите, это там украинская ракета, украинское ПВО и так далее. Бессловно, может быть и украинское ПВО. Безусловно, когда к тебе во Львовскую область летит 20 крылатых ракет, то, безусловно, ты будешь применять противоракетную и противовоздушную оборону. И, безусловно, все возможно. Но, тем не менее, важно, чтобы Россия не получала даже какие-то моральные, ну, условно говоря, информационные поводы. А какие последствия могут быть на международном уровне вот этого падения ракеты? То есть, опять же, мы понимаем, кто виноват, кто является первопричиной этого падения ракеты. И почему из Белого дома сразу же начали звучать заявления о том, что все-таки речь идет об украинской противоракете? Ну, несколько странные. Преждевременно, мне кажется, делать какие-то заявления было бы сразу после того, как падение произошло. Необходимо все-таки какое-то расследование провести, да? Я вообще сторонник того, что мы можем эмоционально воспринимать с вами все, что угодно. Но если мы говорим о фактической стороне любого дела, то желательно, чтобы оно было в процедурном формате проведено. Тем не менее, я считаю, что последствия будут достаточно позитивны, если вообще можно говорить, когда мы говорим о войне, о позитивных последствиях. Мне кажется, что это неплохо, что сейчас наши партнеры смогут обсудить свою модель поведения в случае, если Россия действительно продолжит вести себя, как она любит, повышая ставки. Потому что, на мой взгляд, Россия косвенно, прямо ли, пытается повысить ставки и проверить, насколько наши партнеры готовы действительно к более серьезным вызовам, которые Россия может в конце. Мы сейчас понимаем, что Россия, конечно же, истощена в военном плане, прежде всего. Поэтому она так, безусловно, истерически ищет по миру, где бы еще прикупить немножко дронов иранских, и где бы прикупить еще крылатых ракет, опять же, иранских. И, соответственно, кстати, вы можете параллельно еще помнить о том, что проведено расследование о содержании, начинке иранских дронов. И там очень многие страны, международные компании с юрисдикциями, даже стран наших партнеров, принимали участие в поставках в Иран вот этих частей, из которых эти дроны были собраны. Кстати, США ввели санкции против этих компаний. Это очень важный тоже момент, который резко ограничит, опять же, ресурсную возможность Советской Федерации. Так вот, я считаю, что это хорошая такая история, в рамках которой мы проговорим еще раз формат наших взаимоотношений с партнерами, чтобы не было никаких, опять же, подчеркиваю, двухсмысленностей. Это позволит странам НАТО выработать более жесткое понятие, более жесткое отношение с точки зрения защиты своих территорий. Потому что вы правильно только что, опять же, сказали, что это не первый случай, когда залетает ракета не только на территорию Украины. Залетает ракета и на территорию Молдовы уже были случаи, и теперь на территорию Польши. И, соответственно, война в Украине, война в такой большой стране, конечно же, она так или иначе будет касаться, в том числе и с такими эксцессами, касаться территорий других стран. Наконец, третье. Наверное, эти страны более предметно сейчас обсудят действительно возможность косвенного закрытия неба в Украине. Это тоже важный аспект. То есть, опять же, мы возвращаемся к теме систем ПРО, систем ПВО. Это очень важный аспект. Мне кажется, что четвертые последствия этого мы сможем более активно противодействовать к примитивному российскому информационному воздействию на общественное мнение других стран. Россия же ведь пошла по простому пути, говорит, смотрите, ну это же украинская ракета. Соответственно, наверное, что-то надо пересмотреть в поставках оружия. Мне кажется, более наивного, инфантильного подхода к информации подобрать в России сложно. Но, тем не менее, Россия сейчас опять пытается масштабировать эту тему и, соответственно, таким образом повлиять на общественное мнение других стран. И мы уже вместе со странами и партнерами понимаем, как этому противодействовать. Ну и, наконец, пятый аспект, на мой взгляд, опять господин Зеленский показывает, что такое лидерство и что такое прозрачное лидерство. Когда ты говоришь, смотрите, мы не хотим ничего скрывать, не хотим играть в какую-то кулуарщину. Пожалуйста, наши военно-воздушные силы готовы предоставить все данные, готовы предоставить все, что нужно для того, чтобы следствие было прозрачным, понятным и очевидным для всех. Это очень-очень правильная позиция в современной политике. Тем временем повторные взрывы в Днепре. К сожалению, часть города осталась без электричества. Михаил Михайлович, мы в это время хотим обсудить еще немножко другую тему. Владимир Зеленский вчера заявил во время общения с украинской прессой о том, что получал сигналы от западных партнеров о желании Путина по поводу прямых переговоров с Украиной. Ну и дальше вполне логичное заявление Зеленского о том, что и предложение публичного формата таких диалогов, ведь Россия ведет войну публично. Ну, Путин, конечно же, ни на какой публичный формат не пойдет, он снова струсит, да? Да, если коротко, вы идеально четко охарактеризовали господина Путина. Он, в принципе, вообще всегда... Есть особенность президента Российской Федерации. Он не совсем четко, я так деликатно выражусь, понимает обстоятельства происходящих событий. Он не совсем четко умеет выстраивать логические связи в причинно-следственных отношениях. Он не совсем четко умеет свою точку зрения действительно выражать не в таком пропагандистском тоне, а именно с точки зрения понимания рисков и ответственности. И, конечно же, он на сегодняшний день, очевидно, не является глобальным лидером, мировым лидером, хотя долгое время пытался себя таким представлять. То есть он достаточно мелкий, локальный, с агрессивным компонентом, политический деятель, соответственно, который в любом случае на переговорном процессе, ну, наверное, не будет полезен. Почему? Потому что как переговорный субъект он слаб, да, то есть он не оценивает правильно, вы же видите, 9 месяцев войны. Господин Путин до сих пор неправильно оценивает собственную армию, неправильно оценивает собственные ресурсы, неправильно оценивает собственное информационное позиционирование, репутацию и России в том числе. И, мягко говоря, совершенно точно он очень профанистно выглядит в историческом своем экскурсе, который он любит периодически продавать собственной общественности и так далее. То есть мне кажется, с ним вести переговоры было бы правильно именно публично, для того, чтобы все увидели разницу между человеком, который реально понимает происходящее и реально отвечает за свои слова, я имею в виду господин Зеленский, и человеком, который просто фамфарон, периодически сообщающий миру какое-то неооткрытие, да, там, про нацистов или там про то, как развивалась история Украины и тому подобное. То есть тут предмета для разговора нет. Теперь, что касается самого переговорного процесса. Так ведь президент Украины абсолютно прав. Смотрите, Украина единственная страна, которая на сегодняшний день пострадала от войны в полном объеме. Война идет на нашей территории. Соответственно, сегодня вот это очень важный аспект. Мы владеем военной инициативой. И, соответственно, мы определяем переговорные пороги, через которые необходимо пройти для того, чтобы переговорный процесс был. И ключевым порогом является предложение Украины, очень четко сформулированное для Российской Федерации. Вывели войска с территории Украины, сели за стол переговоров. Именно за стол переговоров. И эти переговоры должны идти в прямом эфире, потому что война публичная, переговоры публичные, чтобы не было никаких там сговоров, да, чтобы не было Минск 2-0, 3-0 и тому подобное. Чтобы все было четко понятно, прежде всего для украинского общества и для стран-партнеров, для общих стран-партнеров. Тогда политика и последующий послевоенный мир будут гораздо более стабильными. Президент Украины в этом плане очень скрупулезно все просчитывает. И кроме того, что мы говорим о переговорах как таковых, президент предлагает 10-компонентную формулу мира. То есть, грубо говоря, мы за переговорным столом получим для мира следующие профициты, профиты. То есть, мир будет иметь, например, более четко структурированную продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, ядерную безопасность, возвращение страны из боя в следование международному праву. Ну, к уставу ООН, как говорит президент Зеленский. И так далее. То есть, это четкая сбалансированная позиция, высказанная публично и которая требует публичного переговорного процесса. Российская Федерация не предлагает никакого и не предлагала никогда переговорного процесса. Вы посмотрите, вот, например, события последних трех дней. Приезжает субъект по фамилии Лавров на J-20 рассказать о том, что Россия хочет мира, Украина отказывается от мирных переговоров. Естественно, ему говорят, смотрите, вы хотите ультимативно, еще раз, ультимативно забрать чужие территории. Вы вторглись в эту страну полномасштабно и хотите забрать территории. Это неправильно. Что делает Лавров? За полтора часа абсолютно осознавая, что сейчас будут наноситься удары. И когда остальные J-19 остались на месте, Лавров убегает с Бали и, соответственно, наносится вот этот удар по инфраструктуре Украины с та ракетами. То есть, грубо говоря, Россия публично унижает J-20. Ну, то есть, показывает, смотрите, все переговоры, о которых мы говорим, на самом деле блеф. Если бы вы поддержали нас и принудили Украину не к переговорам, а к выполнению нашего ультиматума, мы бы не стреляли. А так, соответственно, мы отвечаем на предложение господина Зеленского о реальном мирном процессе, о реальном переговорном процессе, конкретным убийством мирных граждан. Причем мы это делаем демонстративно, показательно именно для вас в J-20, чтобы вы поняли, насколько вы бессильны в этой ситуации. Вот так выглядит диспозиция. И президент Зеленский четко говорит, смотрите, давайте закончим играть в двусмысленности. Вот всю вот эту кулуарщину традиционную для большой политики. Все-таки это война. Война требует прямых решений и прямой ответственности. И поэтому говорит, переговоры только публичные, переговоры только после вывода войск и переговоры как переговоры, а не как ультиматум российской стороны. Ну и, соответственно, вы видите сами реакцию российской стороны. Де-факто сейчас нету тех условий, которые бы могли способствовать началу переговорного процесса, чтобы стороны съели за свою переговору. Де-факто есть условия, де-факто есть абсолютно идеальные условия для подготовки правильной переговорной площадки. Называются они вооруженные силы Украины, которые, безусловно, эффективны. Смотрите, классика войны. У нас, это не совсем понимают наши партнеры, к сожалению, к огромному сожалению, президент терпеливо им объясняет, именно президент Украины, терпеливо объясняет. Смотрите, есть классика войны. Мы в меньшинстве владеем военной инициативой. Поэтому выступать, адвокатировать, косвенно, понятно, адвокатировать позиции другой стороны, которая проигрывает в военном плане, является нелепость. Дальше. У нас нет стагнации на поле боя. Мы не застоялись в виде какой-то условной новой линии разделения. Мы постоянно на километр, на два. Херсон – это гораздо больший объем. В Херсонской области освобождено более 60 населенных пунктов, более 4000 квадратных километров и так далее. То есть, инициатива на стороне Украины. Стагнации нет. Это именно та переговорная позиция, которую формируют вооруженные силы Украины. И эта переговорная позиция достаточно внятная. И мы, честно говоря, не совсем понимаем, почему все делают вид, что есть какие-то непонятные военные события, военного преимущества ни у одной из сторон нет. Так у нас, конечно же, у нас меньшинство, условно говоря, у нас меньше вооруженных, вернее, боеприпасов тех же, у нас меньше военной техники, у нас меньше солдат, которые находятся в вооруженных силах и так далее. Но, тем не менее, даже в этих условиях мы, ломая традиции военной науки, идем вперед и освобождаем свою территорию. Это говорит наоборот о фундаментально другом подходе к войне. Мы меньшинством креативно воюем, эффективно воюем. И, казалось бы, сегодня, видя такую позицию предпереговорную, я бы так ее назвал, которую готовят вооруженные силы, необходимо сделать несколько шагов для наших партнеров. Не говорить о чем-то, о каком-то переговорном процессе, гипотетическом, а сделать два всего шага. Первое, закрыть небо, условно говоря, закрыть небо, может быть, там иметь разные коннотации, например, те же системы ПВО в ускоренном режиме, те же коуки, которых достаточно много, это предшественники патриотов. И, соответственно, второй шаг, это поставить, опять же, дополнительный объем расходных материалов, то есть снарядов определенных калибров, в том числе ракет определенной дальности. И, таким образом, вы ускоряете освобождение и ускоряете подготовку мирного переговорного процесса, потому что, как только мы выйдем на свои границы, безусловно, там, например, в континентальной Украине выходим на свои границы, можем уже готовить Россию к тому, что она должна будет принять определенные условия в рамках переговорного процесса. Это очень объективно все выглядит, и президент, терпеливо, еще раз подчеркиваю, постоянно партнерам в этом говорит, не надо играть в какие-то игры, не надо там что-то думать и так далее, давайте пройдем по очень прямому маршруту, в конце концов, да, раз уже так получилось, что Украина полностью, это очень важный аспект, Украина ведь не требует никого, введите сюда свои войска, останьте с нами рядом. Что Украина говорит? Украина говорит, мы сами выстоим, сами разберемся с россиянами, дайте только немного больше военных возможностей. Почему? Мы всегда с вами об этом говорили, Россия накопила очень много советского оружия, ни одна страна в Европе, конечно же, в одиночку такой объем оружия не накапливала. Михаил Михайлович, а заявление Милли, Марка Милли, это вот тот самый пример непонимания ситуации? Все-таки речь идет о главе объединенных штабов, человеку с немалым военным, да и политическим опытом. Ну, я не готов негативно или позитивно комментировать просто, скажем так, рассуждения, абсолютно нормальные рассуждения представителей стран-партнеров, тем более, что у них есть внутренняя дискуссия по этому поводу между Госдепартаментом, между Конгрессом, между господином Милли и так далее. Они имеют право обсуждать все, что угодно, они имеют право публично высказывать свои точки зрения, это нормально. Смотрите, это нормально. Более того, я вообще считаю, что когда человек выходит и высказывает публично точку зрения, да, она может быть ошибочная, она может быть правильная, но тем не менее ты можешь с ней дискутировать, можешь изменять его точку зрения, можешь свои аргументы давать. Это хороший процесс, это говорит о том, что никто за спиной ничего не делает. Это важно. Вы понимаете, что, к сожалению, глобальная политика имеет еще один пласт договоренности, это так называемые кулуарные договоренности, которые иногда действительно вызывают шок, потому что они приводят к неправильным последствиям. Вот мы с вами имеем более конкретный пример, это вот такие субъекты по фамилии там Саркази, по фамилии Меркель, да, но я не буду там целый пласт других людей называть, их очень много было, и представителей политических элит других стран, которые в течение длительного времени, начиная с 97-го года, формировали мнение о том, что Россия это надежный партнер, и нужно соглашаться со многими условиями России. Кулуарные причем это делали, очень часто подписывали странные договора, неформальную часть которой была, в том числе по Украине, вы помните Минск-2 в 2014-2015 году, который привел к трагедии нас, да, вы помните вот это, скажем так, четкое убеждение нашего нового тогда руководства, я имею в виду руководство, которое пришло после революции Майдана в 2014 году, убеждение в том, что Крым надо отдать, и это будет гарантировать нам стабильный столетний мир и так далее, вы же видите, да, то есть были еще и кулуарные определенные договоренности, вот это плохая история для политики, то есть когда есть вот это непонимание процесса с одной стороны, второе, есть страх публично озвучить свое непонимание, ну или там понимание, неважно, и наконец третье, есть желание принудить кулуарно ту или иную страну, в данном случае Украину, что-то исполнить, нет, и тем более с президентом Зеленским очень точно не пройдет никакое там кулуарное принуждение к чему-то или какие-то неправильные расстановки акцентов, я думаю, что с этим мы справимся, но вот тут очень важно не забывать, смотрите, это партнеры, не важно, что они говорят, они партнеры, они помогают, Соединенные Штаты это флагман партнер, да, который наиболее объемно, рельефно нам помогает, и абсолютно точно информационно говорит конкретную вещь, мы с Украиной, мы заинтересованы в победе Украины, Вы говорили о том, что в любом случае, даже если выражается некая позиция, которая противоречит той позиции, которую сегодня во всеуслышание озвучивает Киев, это вовсе не означает, что, например, мы теряем партнеров? Нет, 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 это означает следующее, смотрите, 9 месяцев войны, ну, то есть как бы многие страны переформатировали и свою внутреннюю, внешнюю политику, для них это тоже большая нагрузка, на них тоже оказывается и электоральное давление, я имею в виду на политические элиты и так далее, им нужно находить объяснение, они пытаются найти какое-то решение, как они считают, вот этого конфликта, на самом деле решение очень простое, да, и просто не все до конца, после 70, там, более чем 70 лет мира понимают, что некоторые вещи нужно прямолинейно заканчивать, то есть если война такой интенсивности и такого объема, и только что вы показали, ради чего мы воюем, да, вот ради памяти погибших, это очень важно, да, то есть понять, то есть для нас это трагедия национальная на многие столетия вперед, то есть мы это будем воспринимать иначе, чем другие страны, так вот они пытаются найти какие-то решения, а мы понимаем, мы понимаем намного глубже, что есть только одно решение, ты побеждаешь или ты проигрываешь в таком типа конфликта, как они говорят, да, то есть в такого типа война, потому что война ценностная, объемная, интенсивная, которая четко показывает разницу в мировоззрениях, мы это действительно цивилизация 21 века, Россия это цивилизация 17 века и, соответственно, мы, конечно, никогда с ними не договоримся, компромисса не будет, вот просто некоторые западные партнеры думают, что можно все-таки найти компромисс в виде Минска, да, то есть, условно говоря, ну давайте для того, чтобы уже как-то снизить нагрузку на глобальную экономику, снизить нагрузку на европейский континент в целом, вот не читать новости о ста крылатых ракетах, которые летают в энергетику, не искать дополнительные трансформаторы для Украины, давайте сделаем линию разделения, то есть, грубо говоря, есть еще такое условное представление, что можно отдать территорию в обмен на мир, да, ну то есть оно такое архаичное, архаичное, конечно, оно абсолютно ущербное, оно абсолютно провоцирующее агрессора на продолжение агрессии, как таковой, так вот, я на чем хотел бы заострить внимание и вас попросить, чтобы вы тоже больше, нужно спокойно информационно работать, повторять одни и те же базовые тезисы о том, что война не может закончиться нерешением ключевого ответа на вопрос, кто выиграл, да, то есть это будет посередине, если мы опять останавливаемся, как в 2014 году, это значит, что мы поощряем Россию продолжать экспансию, не важно в каком виде, и не важно, когда возобновится третий этап войны, то есть когда Россия уже проведет определенный марафет своей армии, да, ну то есть когда внесет коррективы в стратегию, тактику, будет понимать, что она не может воевать, так как она воевала в начале этой войны, то есть она проведет тренировку своих мобилизованных, вот это нужно нам с вами спокойно, постоянно рассказывать, кроме того, нужно рассказывать следующую вещь, что в начале войны, это тоже второй аспект очень важный, в начале войны многие эксперты, в том числе военные, в том числе в странах наших партнеров, говорили одну простую вещь, Украина не продержится и трех дней, это говорила не только Российская Федерация, но и многие эксперты стран-партнеров наших, они говорят, что Украина не сможет противостоять такой мощной военной экономики и военной силе, которая есть в Российской Федерации. Оказалось, они полностью не знали ни Украину в военном смысле этого слова, ни Российскую Федерацию, ни экономику наших стран, ни состояние обществ наших стран. И вот сейчас, если опять же говорится о том, что нет военного решения в войне, что типа не нужно недооценивать Россию, да, действительно, недооценивать не нужно, но не нужно недооценивать Украину и не нужно недооценивать цену, которую мы заплатили. И, соответственно, мне кажется, что многие эксперты, особенно в странах-партнерах, тоже по-прежнему ошибаются, давая неправильное прогностическое видение, неправильное сценарное видение. Вот нам с вами нужно постоянно, спокойно, уважительно рассказывать, почему Украина будет идти по своему пути, который определяется обществом и президентом Украины, и который четко фиксирует следующую мысль. Одну конкретную. Мы не можем принять половинчатые меры. Мы должны освободить свою территорию и таким образом гарантировать, фундаментально гарантировать безопасность Украины как суверенного государства. Вот такая цель и у вас, и у нас должна быть сейчас. Михаил Михайлович, спасибо большое за подробный ответ. Это была очень интересная беседа. С нами был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо.